Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Все, что происходит в этом мире сегодня, все закономерно и все справедливо. В свое время еврейский народ был богоизбранным народом. Бог вывел свой народ из египетского плена. 40 лет Моисей водил еврейский народ по пустыне. Для того, чтобы из порабощенного народа еврейский народ превратился в свободный народ. То есть за 40 лет появилось новое поколение евреев, которые были свободными. Они были рождены на свободе. Но что мы видим, что произошло дальше? Когда Моисей ушел на гору и получил скрижали от Господа Бога, многие евреи стали молиться золотому тельцу, или, как я его называю, маммоне, сатане. Что произошло дальше? Из среды евреев был рожден Бога-человек, сын человеческий, как он сам себя называл, Иисус Христос. Это был подарок от Бога, дар небесный от Бога. Бог дал своему избранному народу своего сына. И что сделал еврейский народ? Еврейский народ распял сына Бога. Он не стал следовать учению Иисуса Христа. За этот грех, великий грех, еврейский народ более чем 1900 лет расплачивался тем, что еврейский народ не имел своей родины. Евреи были рассеяны по всему миру. Затем все-таки они создали свое государство, Израиль. Друзья, русский народ в 1917 году предал своего царя и предал своего Бога. За это все народы бывшей Российской империи до сих пор расплачиваются. Прошло уже более ста лет. По сути, уже прошло четыре поколения. Люди выросли, так сказать, в Советском Союзе. Я тоже от себя хочу заявить, что я рожден в Советском Союзе. Я рожден в СССР. Друзья, мы до сих пор расплачиваемся за грехи наших предков. Как еврейский народ, так и русский народ и все народы, которые живут на территории России. До сих пор мы расплачиваемся. Сегодня мы видим самозваного царя Путина. Почему многие считают его царем? Царем я сейчас объясню. Во-первых, все бразды правления в его руках. В демократической стране есть три ветви власти. Законодательная, исполнительная, судебная. В Российской, хотел сказать, империи, в Российской Федерации есть еще дополнительная ветвь власти. Это президентская власть. Это дополнительная ветвь власти. Потому что Россия это президентская республика. И сегодня все три ветви власти подчиняются президентской. То есть, по сути, это уже ствол одного дерева. Поэтому Владимир Путин, в принципе, может считать себя царем. Не зря, когда он поехал в Грецию, на Афон, афонские монахи позволили ему стоять в стаседии византийских императоров. Это специальное такое место, где находились во время молитвы только византийские императоры. Обратите внимание, что рядом стоял президент Греции, по-моему, президент Сербии. Но их не пустили в стаседию византийских императоров. То есть, даже афонские монахи, по сути, признали Путина царем. Я не признаю Путина царем. Сейчас власть в России пытается захватить Алексея Навального. В переводе с иврита «Навал» означает «безумец», «безумный». Друзья, я не поддерживаю Владимира Путина. Я не поддерживаю Алексея Навального. Более того, я хочу заявить вам, что борьба Навального и Путина – это спектакль. Спектакль, который навязывается нам масонами. «Масоны верят, что придет Машиах, который подчинит весь мир их воле, и что у них будут рабы из других народов. Я верю, что придет русский православный царь, который освободит все народы, все абсолютно. Все пойдут за русским православным царем, данным нам Богом». Друзья, Путин, Навальный были предсказаны православными пророками, в частности монахом Авелем. Монах Авель говорил, что карлик с черным лицом придет на плечах великана. Все мы помним Бориса Ельцина, его рост огромный – это великан. Карлик с черным лицом – это Путин. Навальный – это длинноносый, и он будет править Россией. Навальный – это один из десяти царей на час. Очень скоро он захватит власть, но очень скоро он с ней распрощается, как и остальные десять царей на час. Друзья, в последнее время люди выходят на прогулки за Навального, поддерживают его. Я хочу сказать вам следующее. Тот, кто пойдет за Навальным, за этим безумцем, пеняй на себя. Пеняй на себя. Друзья, я ему не верю. Далее. Друзья, вы все обратили внимание, что сейчас народ арестовывают, задерживают, даже за то, что он выходит прогуляться на улице. Нас хватает за то, что у нас нет масок. Нас хватает за то, что мы хотим выразить свое недоверие этой власти. Это незаконно. Все мы видим, что жить по законам Российской Федерации впредь невозможно. По каким законам нам следует жить? Евреи жили по законам Ветхого Завета и Торы. Иисус Христос дал православным людям Новый Завет, Святое Евангелие. Завет в переводе означает договор, новый договор Бога и человека. Ветхий Завет противоречит Новому Завету. В частности, евреи должны не работать в субботу. Но Иисус Христос завещал нам, что человек, вернее, суббота, прошу прощения, суббота для человека, а не человек для субботы. То есть, явное противоречие с Ветхим Заветом. Из этого следует, что жить надо по Новому Завету. Ветхий Завет следует изучать, но как только историю. Не как закон, а как историю. Закон для верующего человека – это Святое Евангелие. Вот это есть наш закон. Я прочитал недавно обращение послания апостола Павла к Коринфянам. В этом послании есть явное противоречие с речью Иисуса Христа. Иисус Христос говорит нам в Святом Евангелии, что никого не называйте Отцом, кроме Отца нашего Небесного Бога. Никого не называйте Учителем и Наставником, кроме Иисуса Христа. Апостол Павел явно противоречит в своем послании учению Иисуса Христа. Поэтому я не признаю учение апостола Павла. Я заявляю ответственно, что я буду жить по Святому Евангелию. Это мой единственный закон. Друзья, что делать, как выйти из этой ситуации? Выход единственный. Вы все можете видеть, что митинги, вооруженное восстание, все это ничего не даст. Нами правят одни самозванцы, в итоге к власти придут другие самозванцы. Выход единственный. Молиться Богу. Евреи должны каяться за предательство Иисуса Христа. И должны молить Бога о том, чтобы Он им дал православного русского царя. Русские должны молиться за Богу, за предательство. Каяться за предательство Бога, за предательство царя Николая и всей его царской семьи. И молить Бога о том, чтобы он дал им русского православного царя. Друзья, некоторые считают Иисуса Христа евреем. Но это не так. Иисус Христос был рожден от Святого Духа. Кто наш Отец? Святой Дух. Получается, рожденный от Святого Духа попадет в Царствие Небесное. Рожденный от плоти попадет в ад. Плоть в плоти, дух к духу. Если вы считаете, что Иисус Христос рожден от плоти еврейской женщины, значит он еврей. Получается, что и вы рождены от плоти. Если вы считаете, что Иисус Христос рожден от Святого Духа, значит вы рождены от Святого Духа. Друзья, я рожден женщиной Коми Пермячкой. Моя мать Коми Пермячка. Но я считаю себя русским. Потому что мой батя русский по национальности. Но мой Отец – это Бог. Еще раз прошу вас, заклинаю, молитесь, кайтесь Богу за предательство Бога. За предательство Иисуса. За предательство Царя Николая. И просите Бога о том, чтобы Бог дал нам нового Царя. Друзья, я молюсь каждый вечер за каждого из нас. Чтобы Бог простил каждого из нас. Чтобы Бог дал нам русского православного Царя. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.